Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, хозяйка медвежьего угла Елена Горчакова. И мы продолжаем занятие школы травоведения. Сегодня я хочу рассказать вам о таком великолепнейшем растении, как пижма. Сразу хочу предупредить, что пижма, относящаяся к семейству астровые, это все-таки лекарственное растение, которое должно применяться строго с учетом дозировки. Многие читатели и зрители очень часто спрашивают, какая дозировка для иван-чая, какая дозировка для таволги, какая дозировка для душицы. Для этих названных трав, для иван-чая, таволги и душицы, например, никакой дозировки нет, это пищевые растения. Вы можете пить их столько, сколько сможете выпить, чем больше, тем лучше. В общем, вот в этом смысле. Особенно иван-чая. Иван-чая вообще чем больше, тем лучше. Прекрасная. Но это правило на пижму не распространяется. У пижмы есть дозировка. Я сразу же четко ее обозначу. Если вы принимаете пижму внутрь, максимальная доза – одна столовая ложка сухого растительного сырья в сутки. Не больше. Одна столовая ложка на взрослого человека. И второе правило. Детям до 12 лет употреблять пижму внутрь категорически запрещено. Вообще запрещено. Потому что это растение ядовитое. Третье правило. Беременным и кормящим женщинам пижма запрещена полностью. Вообще никаких. Вот даже ни в коем случае не применять. Все, поняли, да? Ну, плюс аллергики и так далее. То есть вот такие ограничения. А теперь расскажу, для чего уже нужны эти ограничения. Потому что для чего же стоит употреблять пижму. Что же это за дар природы такой прекрасный у нас? Прежде всего, любой травник сразу же опытный скажет, что пижма, посмотрев на нее, увидев желтые цветы пижмы, любой травник скажет, это растение предназначено самим богом для защиты печени, для улучшения работы печени. Действительно, пижма одно из лучших известных нам лекарственных растений, которое позволяет, улучшает, облегчает работу печени. Она расширяет каналы, по которым выходит желчь, несколько разжижает желчь, позволяет желчи быстрее выйти. Это значит, что печень в состоянии освободиться от всех накопившихся токсинов и так далее, от застоя желчи. Это очень сильно облегчает работу печени. Значит, если, ну, понятно, да, то есть если проблемы с печенью, то пижма употребляется в качестве отвара или настоя. Что нужно сделать? Взять одну столовую ложку пижмы, залить двумя стаканами кипятка, настоять хотя бы 40 минут, можно на водяной бане, если хотите, но можно и без водяной бани. После этого этот, так сказать, настой отжать и принимать либо по три столовые ложки, по три столовые ложки несколько раз в день, ну, насколько сможете распределить, либо максимум по 100 миллилитров, по полстаканчика, но только два раза в день. То есть из-за малого настоя не стоит пить более стакана в день. Вот так вот. То есть если вам удобно два раза, например, утром и вечером, то по 100 грамм. Если вам удобнее распределить на 5-6 приемов, то есть мягкое действие растения такое пролонгированное себе устроить, то по три столовые ложечки, пока не кончится стакан. То есть налейте себе один стакан, 200 миллилитров, и столовыми ложечками его в течение дня выпейте. И все будет хорошо с вашей печенью. Курс лечения можно ставить две недели, потом неделю отдыхать, потом две недели курс лечения. Можно делать месяц на месяц, ну, месяц лечения, месяц перерыв, но это совсем не обязательно. Вот такое вот самое прямое, простое применение пижмы для лечения печени. При этом этот же самый отвар в это же самое время и также точно принимаемый очень хорошо сказывается на работе желудка тех людей, у которых есть проблемы с выделением желудочного сока или ферментов в желудке, определенных каких-то ферментов, несварение так называемое. Особенно часто эта проблема встречается у пожилых людей. Вот когда не может есть какую-то пищу, у тех, кто не приемлет, не может переваривать молоко, кому от молока плохо становится, пижма очень хорошо помогает. То есть, на самом деле, неприятие молочных продуктов, молока, оно связано скорее с тем, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, что фермента нет. Если вы пройдете курс лечения пижмой, то ваш желудок переваривать молоко будет, и вы будете усваивать эти ценные вещества из этого прекрасного продукта. То есть, вот смотрите, выбирайте. Отказываться от молока совсем не обязательно, если проблемы с желудком. Дальше. Все вот эти вот отрыжки после еды, воздух выходит из желудка, какие-то неприятные запахи, все вот эти проблемы, они точно так же убираются курсом лечения пижмой. Прямо берете и этот вот курс, как я сказала, проводите. Дальше. Очень хорошо действует пижма, которую вы пьете таким же образом на кишечник. Работа кишечника также нормализуется. Это связано с тем, что в пижме содержатся горечи и прекрасные вещества против воспаления действующие. Причем в кишечнике они действуют избирательно, хорошие бактерии остаются, плохие бактерии уходят. Ну вот примерно так. То есть я не буду вдаваться в химические и фармацевтические подробности, они ни к чему совершенно, для практики они не нужны. Но теперь я расскажу вам те стороны, те способы применения пижмы, которые менее очевидны, менее известны. Итак, пижма отличное средство для лечения суставов и позвоночника. В этом случае лучше всего применять свежую пижму. То есть если у вас есть такие проблемы, прямо сейчас, пока она цветет, отправляйтесь в поле, отправляйтесь в леса, собирайте ее и начинайте прямо сразу же применять. Как это сделать? Срываете всю надземную часть растения со стеблем и цветами. Выкладываете на ровную поверхность, на которой не страшно налить воду, и можно положить человека спиной. Выложили. Выложили такой валик, что ли, или колбасу такую выложили из пижмы. по длине позвоночника, то есть равный по длине спине того, кто будет ложиться. Может, чуть подлиннее. Значит, этот валик нужно пролить горячей водой. Можно прямо кипятком из чайника облить, чтобы трава начала отдавать сок. Значит, вы облили это все кипятком, и можно ложиться позвоночником. Прямо позвоночником ложитесь на этот валик. Пока вы будете убирать чайник и ложиться, как раз температура дойдет до 40 градусов примерно. Ну, та температура чуть-чуть теплее человеческого тела, которая ее не обжигает и позволит еще немножечко теплу поучаствовать в этом лечении. Человек лежит на валике из пижмы позвоночником достаточно долго, столько, сколько может. Но, конечно же, не надо мерзнуть. Идеально делать это в бане натопленной. В теплой бане. Не в жаркой бане, не где у вас 150 градусов натоплено, а там, где просто тепло, где комфортно долго лежать. Выкладываете на полок валик из пижмы, на этот валик обливаете кипяточком и ложитесь на него спиной, но без фанатизма. Чуть-чуть потерпите, пока он остынет до приятной температуры, этот валик. Легли и лежите, лежите, лежите. Боли в позвоночнике после такой процедуры могут пройти сразу с одного применения. Может быть, кому-то понадобится несколько процедур, но очень серьезно улучшает состояние позвоночника. Дальше, чтобы улучшить состояние суставов, делается компресс из пижмы. То же самое. Берется трава целиком, заворачивается в марлю или в тряпочку какую-нибудь, и прямо в тряпочке обдается кипятком. Почему? Потому что без тряпочки вы здесь ее не удержите в этом положении. Потом эта колбаса из пижмы в тряпочке оборачивается вокруг любого больного сустава. И точно так же держите, 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 сколько можете, но не замерзаете в этом, поскольку компресс влажный, до замерзания не доводить. Делать столько раз, сколько понадобится до исчезновения проблемы. Воспаление снимается очень быстро таким движением. Ну вот, это как бы новое, что-то новое в применении пижмы. А еще я вам расскажу о ней некоторые факты, которые могут помочь вам просто в быту. Во-первых, пижма в дореволюционной России была почти незаменимым и любимейшим растением всех, кому доводилось торговать мясом. Дело в том, что холодильники вообще не существовали для этих людей, а мясо нужно было как-то довести до места продажи. И вот мясо всегда на Руси обкладывали пижмой. Это очень серьезно позволяет его сохранить, даже когда тепло в летнее время. Можете использовать. Можете использовать. Значит, охотники часто пользуются, рыбаки часто пользуются, обкладывают рыбу пижмой, или мясо пижмой обкладывают, когда идут с охоты добытые, чтобы ничего не начало портиться. Следующее применение пижмы, ее цветочки, высушенные перемолванные, перемолотые. Иногда в некоторых кухнях используются, как специя, приправа к мясу. Пижма имеет такой интересный бальзамический аромат, который очень хорошо оттеняет вкус мясных и рыбных блюд. Можете попробовать, все будет хорошо. Предупреждаю, что в тех дозах, в которых вы можете использовать пижму, как приправу, отравиться ею нереально. Ну подумайте, сможет ли человек съесть за один день больше столовой ложки приправы, которую используют не больше, чем перец. Вот в таком вот объеме. Понимаете, как? Конечно, не сможет. Поэтому никакие побочные эффекты, отравления и так далее, при использовании в кулинарии, просто не получится. Она горькая, и аромат у нее сильный. То есть переборщить с нее очень сложно. Ну вот, на этом я заканчиваю свой рассказ о пижме. Прощаюсь с вами, дорогие друзья. Желаю вам здоровья, успехов во всем. И почаще заглядывайте в мой таежный магазинчик. Ск слову сказать, у меня в таежном магазинчике наконец-то появился мед. Мед! Мед, наш любимый мед. Сейчас есть в продаже васильковый мед, есть в продаже таежный мед, шикарнейший совершенно, и есть в продаже архангелов мед, дягилевый. Это у нас уже вот такие сорта. Появившиеся уже неделю назад, честно говоря, появившиеся. Дальше. Сейчас приближается медовый спас, и мне сегодня позвонил мой друг пасечник, сказал, что наши реликтовые липовые рощи, он собрал, наконец, первый липовый мед. Ну, первый и последний он один раз забирает. То есть сейчас, вот буквально с сегодняшнего дня я начинаю продавать липовый мед. Это событие для меня великолепнейшее. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Заходите в таежный магазинчик. Там много вкусного и интересного. Не только меда, но и много сортов вкуснейшего, прекрасного чая. Всего доброго, дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова